ну что мы загрузились всем привет короче загрузился домой я солю ночью благо они ночью работали ну круглосуточно грузит и сейчас мы уже сейчас уже находимся данный момент на трассе m7 у нас морозенько минус 13 погода отличная солнце светит никаких осадков нету все здорово едем домой домой едем на новый год что недолго мы работали стоим в пробке на владимирской обездной впереди у нас какая-то там авария что-то две фуры сложила проходит я понял как то вот здесь вот протисняется между отбойниками что-то говорят там пролазить полностью дорога перекрыта можно было и нужно наверное через город было идти вот у меня навигатор 2 и 7 до конца дтп показывал тяжело тяжело вот это новогодняя вся суета все торопятся машин больше становится с каждым годом самый прикол знаете в чем заключается смотрите встречная полоса у нас чистая а здесь по ходу дорожники проходили скребли кашу эту сделали из-за этого кто-то разложился на этой каши ну вот она это вообще малоприятная такая что он для легковой что грузовой смотрите что там творится хотя тут вот никто ничего не трогал не шкрябали они ехали вот походу здесь вот чистили и снег убирали сгребали туда совсем немножко нам осталось потолкаться одиночка залазил даже поворотник не включил потом щемил щемил меня даже спасибо не было аварийкой но сейчас я посигналю в рацию запрашивал что-то его этот не алюк да уж оттечка риме а вон сейчас и встречку почистили тоже она стала вся в снегу и снег сюда по выкидывали все еще разная короче встречка же была чистая асфальт но им надо с краев вот этого с отбойника с этого снег убирать потому что снега там дофига потому что же не сами работяги делают просто по итогу получается что хочешь лучше а получается как всегда так все у нас объездная кончается вся заехать еще надо заправиться потому что в баке так чё-то аварии на аварии на владимирской обездной вот две была авария тут болен скамейка стоит а как офигеть очуметь на конечно 4 залетела так у нас уже за окном стемнело но темнеет уже сумерки закатом где-то сзади все блин грязные не чистят заешь назад смогу у тебя полетница она с правой стороны не замерзайка мерзнет пипец это у нас впереди гораховец сегодня наверное будем ехать до почти что до того до места надо стараться завтра выгружаться потому что помимо так еще дела есть какие-то надо будет у нас будет замена лобового стекла да наконец-то лобовое стекло пришло и мне поменяют лобову новый год с новым лобовым будет будет круто еще поставлю новые дворники всей такой фигни не будет красотища будет араховец часто тут авария бывает вот именно когда в эту сторону идешь потому что вниз дорогу спускаешься внизу светофор пешеходный он как по требованию то есть ну там сдалека видно зелененьким там светится бывает кто-то проморгает кто-то еще что-то и и все и привет кто-то побыстрее спускается так пойдем десятку богдан притормаживаем потому что у нас там красный вот воздалека прям заметно что там красный свет светофора впереди у нас заправка будет торопиться некуда вообще едем аккуратно потому что светофоры очень скользкие во многих местах где-то посыпано где-то нет ну именно вот тормозят трогаются накатываются это все как опять-то всякая на дороге и чтоб нежданчик какого не словить надо заранее готовиться к этому нежданчику что это у нас ноль градусов показывает ваша скорость на градус не под тем углом вы едете не под тем градусом очередная объездная и очередная пробка у нас нижегородская объездная и впереди у нас мост толканье происходит толкучка в толкучка там наверно ждут когда этот мост упадет а потом наверно начнут делать мне так кажется то есть эту объездную уже открывали но она не целиковая была то есть ее до лукойла делали почему нельзя было сразу сделать прежде чем как пускать какой-нибудь такой поток большого грузового транспорта в обход города нижнего новгорода провести хотя бы тут какую-нибудь реконструкцию непонятно если кто ездит вот знает о чем вот в омске точно так же было открыли объездную а потом ее делали то есть там какую-то часть достраивали а старая часть она была в негодность и получилось так что объездную открыли но там потом были ремонты и тут тоже самое та же картина ну ничего вроде так двигаемся потихоньку 10 километров в час сейчас посмотрим что там на мостике там одна полоса вообще по моему сейчас уже закрыта так вот впереди у нас сужение а кто меня запустит пустите пожалуйста люди добрые спускает с аварийкой бахнем надо быть вежливыми спасибо надо говорить тут что у нас типа снег чистят а может они тут этот сейчас закатают налить сделают как зимник и стоит с этой стороны что удивительно вот так вот мы двигаемся все он весь такой волнистый кошмар а ну-ка попробуем сейчас не замерзайка замерзайка отмыть стеклашки газу до отказу ну чё то они тут вот заделали то есть тут прям в левой стороне ям то таких нету дыр ну как бы вот чё то тут все равно мне кажется его надо капиталку делать этому мосту как показывает опыт это все ненадолго этот ямочный ремонт вот тут объезжая вот так вот буду родом и все не можешь сказать прошли супермост здесь у нас чули правая сторона не почищена блин я бы рад туда залезть но но потерпи браток сейчас я вся своба тут вот уже можно наверное вот сюда давай вот так вот езжай ты же меня пропустил я тебя пропускаю вот трактор который чисел так все один сложный этап прошли теперь у нас что еще будет лукойл лукойл завод у нас получается с левой стороны тоже что то вот смотрите какой просто еще творится что это такое на дороге это ведь федеральная трасса за которую платятся деньги почему она не чистится я понимаю ты на какой местной дороге вот это на ли такая вот была бы еще здесь вот скользко то есть вот так вот тормозить тормозить машина abs срабатывает но это наверное сама без на просто она сюда идет выходить то она будет где-то туда потом дальше будет проводить а вон лукойл кто-то тут прикольнулся лукойл походу говорит за топливо деньги не переводишь он тут дороги не чистит на самом деле так ничего сейчас как спинком переключилась наша ты так работаешь 30 лет зато лукойл все дела и вот тут у них будет красный ну красную куда ты ешь вот красный там горит тарапы там нет о чем я не за что конечно я тут вообще не причем я гружен и я не могу быстро стартануть да и в тебя бы я биться не стал болен морозненько на улице морозненько дт евро 46 рублей лишь бы наши не увидели а то тут заправляться будет кстати заправлялся я на роснефти минус 28 зима это фильтруемость то есть при 28 минус 28 а я так понимаю у нее фильтруемость пропадает но она уже парафинец то есть так зеленый 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 пусть зеленый пожалуйста тут же нет никого зеленым еще горит окна все мы от лукойл прошли это левый ряд дьявола ряда можно сказать нету мы двигаемся по правому сейчас почему тут дороги не чистят почему вообще дороги не чистить удивительный вопрос вот это вот стоит тебе не заплатить налоги я вот про машину забыл один день просрочил так сразу они там пение выставили насколько таких вот забывают из каждого на страна огромную наберется а если они не чистят дороги почему им счет не выставляется а вот он и чупа чупсу полоски так все лишь бы сейчас доехать доехать дочь вашей чуваша у нас широкое благо двигаешься легко и спокойно в татарстане там немножко ремонта то есть это у границы с чувашей и татарстаном и дальше все тоже будет кут как угол на светится а сколько пара от него идет на улице минус 16 кстати столбами он свет горит то что стал бы такие а цветы это означает у нас что мороз но еще может означать что мне стекло грязное надо на самом деле чистая просто не замерзай к на нем замерзла не замерзай к замерзла да вот он эффект от мороза он стал бы светится свет столбами впереди у нас андреевы базары не замерзай к у меня уже замерзла даже не прыщет вообще прикольно вот такой вот эффект получается может отошла алё не замерзай к отмерзай к ну что то на самом деле не хочет поэтому ей мы вот с таким чудесным лобовым стеклом вон там где-нибудь надо будет встать кофейку попить глядишь и тойдет так ну что у нас уже светает не хватило у меня сил сил просто не хватило ехать до места встал на стоянку поспал ну а мы уже за казани всяк часам десяти подъедем на место выгрузки и будет нормально может сегодня даже и лобовое поменяем вот как парит бульвар морозненько на улице хотя минус 14 тут только я специально такую стоянку выбрал на возвышенность потому что в низинках я ехал и минус 23 еще ниже было потому что у меня солярка тоже опять это какая-то вот зимняя роснефть температура фильтруемости минус 28 градусов дабы опять не мучиться так сейчас все прямой на лодкой на город набережные челны на место выгрузки у нас какой-то морозный снежок получается что ли это уже у нас и лабужская бездна ну мы уже бы ее прошли можно сказать камера конечно передает но такой вроде как туман и и на дороге на дороге снег лежит лабуга тогда место осталось ну 30 километров там рядом прям с домом буду выгружаться эй прикольно сейчас я правда не помню как там по знакам будет давай давай выходи перестраиваюсь кстати скользко на дороге уже паре пара аварий было этот легковушки вылетают потому что вот это изморозь на дороге легковые они все таки полегче еще и на шипах то что летят немножко неаккуратное движение и все для автомобиль уходит за нос он такой туман 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 у нас каблучок не едешь вот плотину уже лучше заметно что у нас тут какой-то что-то порошит с него минус 14 ладно не боковая так трактор перестраиваемся перестраиваемся хоп сразу знак и сразу трактор вот так вот ну надо бы заранее что-нибудь еще поставить чтобы никто в этот трактор не залетел он даже дома видно что видимость такая плохая но тут в щелнах прям поболее прям поболее такая непогода погода непогода маневры тут происходят какие-то здесь первая дорога скользко едем аккуратно тут светофора нам уже торопиться некуда мы практически доехали впереди у нас коматраксовская машина но что-то не алло не алло блин у меня на легковой еще летняя резина по такой дороге ху-ху будет весело ехать сейчас этот выгружусь и посмотрю может может быть мне получится на грузовой заехать что паш пустой или нет не груженный сейчас в город поеду гружат понятно ништяк на собрание успеваешь ну вроде как да что-то немного не подрассчитал блять притык ты что не поедешь? не я выгружаться буду может еще сегодня лобовуху успею заехать поменять что-то тут все толкается походу не успеем мы развернуться 13 10 10 секунд 9 8 5 4 3 2 1 0 как не успеем кто сказал что не успеем да куда ты так шипы растеряешь газует новый город я на шахер тут надо смотреть железную леди пропускать железная леди это у нас трамвай нету трамвая все сейчас по прямой по прямой до метра дорожка до более чем знакома мы дома знакома дома рифму прямо уходит эх приятные ощущения конечно здорово вновь приехать домой особенно накануне такого праздника блин я кстати за столько лет работы в этой сфере я еще ни разу как бы не сглазить ну короче не встречал еще новый год чтобы где-то в дороге но я считаю это семейный праздник ты должен быть с семьей нафиг какая тут работа ты так все возможное ты пропускаешь все дни рождения всякие остальные праздники если сейчас еще и вот такой вот будешь праздник пропускать это конечно будет не очень приятно что я не смотрел пешеходов так куда у нас там грузовым запрещено знак туда но сейчас в легкий подъем она пойдет и тут колея от легковых машин но я не знаю мы вроде нормально должно подниматься груженый у нас нормально загружен автомобиль нормальная развесовка кстати задний габарит вечно что-то где-то контакт что плохой вечно выскакивает задолбал уже вот так я что светофор сейчас не проеду ты давай-ка еще и зеленым гори так на тот нам надо как-то умудряться подскакивать чтобы нам не трогаться потому что машина вообще не едет мы можем чуть газ послабже сделать так наверное вот так вот и поедем потихоньку потихоньку сейчас разворотов улазит сейчас меня остановят братан не лезь пожалуйста пожалуйста спасибо ё-моё что-то я не рассчитал со светофором что же у вас тут время то не пишется а это же так удобно просто я тут трогался тяжело наверно давай 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 сейчас нам еще в левый ряд надо уходить в левый ряд нам уходить как же нам тогда оттуда быть вот так вот потому что нам там на разворот надо сейчас будет идти не здесь а дальше что стоим поехали 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 зеленый уже блин 10 секунд как горит так у нас еще пешеходы ходят с 300 метров развернитесь да да я в курсе как-то тут узковато вроде сюда я не пролезу наверное пролезу и 5 девушка вышла показала говорит по кругу заезжать там есть грузовые ворота я смотрю там я бы не выверну сейчас кругу отсюда что нет нет ее так ну все выгрузился оказывается я думал соль обыкновенно а это соль такая знаете как конфеты были в подушечках вот такая для фильтрации системы фильтрации а вот тут вот дом строится и тот там вот это рядом с домом получается я выгружаюсь тут рукой подойти до дома можно дойти ладно все погнали ремешок 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 ремешочек акт еще написали при погрузке поломали внизу палета доску и один мешок порвался и вот эти вот подушечки повылетали а я еще думал а пусть они занимаются сантехникой зачем думаем соль не где-то еще вот здесь вот магазин газу газу до отказу не едет же ни разу сейчас немножко другой дорожка получается отсюда уезжаем ехать ему по тому проспекту сейчас выезжаем здесь пешеход вовремя я вовремя свадьбу вот такой вот у нас город лежачий полицай вот тут заснежено мы его пройдем поровней даже каша мало какая-то тут но эта полоса тоже прямо можно только тут поворачиваю сейчас долго по ходу вот надо было надо будет да я не успеваю все ладно там стремятся стремятся все уже тоже быстрей быстрей а он этот железная леди поехал так ну все вот мы и за городом у нас тут кольцо надо аккуратней а то как бы и на спуске вечно уходят сейчас развернемся и на базу лобовое поедем мы менять завтра только 8 утра сейчас узнаем куда где по страховой его меняют потихоньку потихоньку поглазим вот я что говорю скользко она просто буксует ух ты ух ты ух ты ух ты поворот это когда поворачиваешь газом аккуратней заранее предупреждаем что мы сюда будем уходить хаматракс века сервис так ну что мы едем на замену лобового стекла из прицепа вот это вот у нас здание слева это научно-технический центр камаза нтц все что разработано все разработано там пипец и как я тут развернусь интересно вообще не вариант ладно хочу без прицепа надо было туда на развязку съездить на развязки бабочку сделать зачем я сюда поехал блин они же еще летят и могут в пиндюрится вот так вот и нам сейчас туда надо правее уходить все нормально короче маленький когда я был вот тут вот и команда камаз мастер отец здесь работал вот мы здесь ходили но тогда не так наверно все строго был там всякие разные машины были спортивная команда камаз мастер принта цена и мы вдоль вот этого сейчас едем и потом там где-то поворачиваем и вот здесь вот стояли на территории разные разработки камазовские машины которые даже свет не увидел интересно было он сколько там боевых машин разных то есть огромное количество всяких грузовиков различных там кабины вообще такие как и у иномарок но это тогда было еще как у иномарок мне казалось наверно но было прикольно ничто не похоже на камаз сейчас сейчас вот тут вот у них на территории разная техника стоит но в основном камаз мерседес этот вот что-то вольво там делал вон там разные кабины есть так поворачиваем куда-то сюда после забора и там горит бокса будешь как подъедешь позвоните а выйдут сфотографируют лобовое для страховой и отправлять будут москву а вон я вижу упрешься два бокса в этих бокса что заезжать машина еще не согрелась дуба конкретной машине а ну вот там магазин строительный мегастрой автостекло написано что там стекла разные вообще так мне как к этим боксом что-то стать или наверное вот тут вот я запаркую щас как-нибудь чтобы никому не мешать или я проеду сюда тут же заезжает уезжает вернув при этом вот сюда просто на и ну как вот так вот машина поставить но без прицепа бояться нечего что у нас там занос 2 метра вот стекла тут разная так назад подадим вот так она сама тут скатится только надо залезть так чтобы потом не выехать у меня с собой не обрешло так ничего тут уже то ли выезжал то ли заезжал то ли на поклейки а на поклейке с коня тут было ниже стекло клеится на скамейке вот так вот и все и хорошие станет тоже раков немножко погреется надо же все подготовить это наверное можно выкинуть уже и липучка не липнется так и течу зверюшки так их отлеем наверно они тоже уж больно не пахнут но выкинем наверно но присоски можно оставить убрать так сюда у автодор автодор как-то она вроде на морозе приклеена хорошо замечательно если что обратно посадим на клей да что ты ручных дергаешь так все убрали а еще не все себя тут вам так уж и будет выглядеть все чисто ганский у меня вот еще родная наклейка даже есть пятьсот пятьсот тридцать на родном стекле ну это конечно жесть уже оно от пескоструйного и все но прочная попадала вот все что не попадало вот это вот лямба тут вообще сильный камень прилетел так бы разбил град это ну короче стекло хорошее родное сейчас не знаю что поставят даже вот наклейки еще эх будем прощаться с тобой так ну что под итогу подготовили короче сняли вот эти боковушки вот эти боковушки козырек тоже сняли все поснимали все поразбирали как конечно она выглядит стремно без этого без козырька сейчас ушли за стеклом стекло у нас на резинке быстро это снимут и все поменяется и тогда уже точно поедем домой отдыхать все открутилось достаточно легко стою тут греюсь потому что холодно хорошо вот вот одно из стекло подъехало очуметь все поехали теперь как будто и нет лобового прикольно конечно здоровски теперь качество изображения будет еще круче еще выше еще лучше так едем на базу надо надо будет отчитаться сдать отчет уходящего года уходящего месяца и уже ехать ну как идти домой отдыхать на выходные встречать новый год короче разряжаться отдыхать от работы всем вам спасибо что смотрите данный канал и подписывайтесь на меня всех пользуясь моментом я хотел бы поздравить с новым годом и пожелать вам всего только самого наилучшего в этом новом году всем спасибо всем пока всех с новым годом еще раз спасибо